Всем привет! С вами снова я, Илья. И прежде чем мы начнем, небольшой апдейт. У нас появился форум, который называется squadica.com Он об игре, он не о тестировании, он как бы обо всем связан с игрой. Так что если вдруг кому интересно, заходите, предлагайте какие-то идеи, либо следите за разработкой более детально. Там будет больше всякая графика, что мы собираем, какие-то прототипчики, кто нам нужен, там также есть, с кем бы мы хотели поработать. Вот, значит, сегодня у нас будет такой, как бы, вроп-ап, завершающая часть серверной части игры. Ну, как бы, сегодня требования и программирование вместе, потому что там их незачем разделять. Вот, потом будет тестирование, и я потом буду переключаться уже на клиентскую часть. Также мне надо будет по геймдизайнить, то есть, или кто-то это сделает, если я найду человека, который умеет геймдизайнить и делать баланс, либо буду изучать сам, и доделывать так, чтобы, ну, это все вместе смотрелось. Ну, смотрелось, в смысле, работало. Вот, и, значит, сейчас я тоже концентрируюсь, получается, заканчиваю вот это, концентрируюсь на клиентской части, на Unity. Мы делаем там просто возможность, все, что мы сделали здесь на Windows Form, когда тестировали, вот, то же самое только с Unity, да, то есть, создаешь клиента, делаешь там, закидываешь его на мобильную, ну, мы, может быть, будем только с Unity пока, из эдитора делать, и проверять, что, допустим, там оно работает. Какие-то картинки добавим, может быть, каких-то там человечков закинем, они что-то будут делать. Вот, то есть, это будет такой прототипчик, который можно будет уже поиграть, играбельный. Ну, там клиентской части не так уж много, ну, там много чего, но я имею в виду, что показывать именно, как программировать, тестировать, по-моему, не особо много будет. Ну, то, что будет, я буду, естественно, показывать. Есть. И поехали. То есть, у нас сейчас будет требование, да, мы делаем такой простой-простой бой, такой прототипчик даже боя, даже не то, чтобы он простой, он просто прототип. И основная идея, это то, что мы можем делать атаку, да, то есть, плееры могут друг друга атаковать, это turn-based, то есть, как бы, пошаговая, ну, она не совсем пошаговая, потом увидим. Вот. После атаки происходит нотификация, то, что вас, допустим, кто-то атаковал, или когда в размен произошел, ну, результаты размена. Там у нас расчет урона, какой тип урона, остатки вашей жизни, и это все, естественно, к нам присылается на клиента. Также мы можем коннектироваться, дисконнектироваться в бою, ну, в плане того, что кто-то позвонил на телефон, да, и вас дисконнектнуло, вы там поговорили. Мы это мгновенно можем узнавать, потому что у нас TCP, и ACA, и все дела. Если бы это было бы HTTP, должен прийти какой-то тайм-аут, прежде чем мы сообразили, что у вас дисконнектнуло. Здесь же у нас все просто, только дисконнектнуло, мы мгновенно об этом знаем, мы можем сообщить бою, что вот такой-то человечек дисконнектнулся. Он также будет дисконнектнуть, ну, все увидят на клиенте это. У него будет там небольшой, так сказать, панишмент. Например, он не сможет использовать приемы. То есть это, скорее всего, он будет всем отвечать, ну, типа, бот будет за него отвечать какой-то случайным, случайным каким-то действиями. Возможно. Может, какой-то там будет машин лернинг применен, но вряд ли. Во всяком случае, не сейчас. Вот. И если вы дисконнектнулись, то есть нам нужно об этом знать. Чтобы он будет подсвечен как-то, чтобы мы не ожидали, что он там будет долго думать, сразу можно на него размен делать, если хотим. Ну, и также победуны и повержиши. Это у нас, ну, естественно, в конце боя надо узнать, кто победил и кто проиграл. И только вот эта информация. То есть расчет там полученного опыта и вот этого всего остального это нужно делать уже после геймдизайна и балансов вот этой вот всей фигни. Вот. И сейчас этого не нужно. Нам просто должны иметь возможность подраться. Вот. Ну, и с точки зрения программирования, что было сделано, я сразу сюда переключаюсь, чтобы не делать второй ролик. У нас была роль файтер, которая могла делать там запрос на бой и отмену боя. Здесь чуть расширилось, чуть больше команд, которые он теперь может делать. Это, допустим, начало боя он знает, записывает себе это. Потом результаты атаки перебрасывает на клиент. Там то, что человек, там, игрок умер, там, когда ты умер, тебе приходят отдельные нотификации. И также то, что бой закончился. В принципе, ничего страшного. Файнд менеджер у нас появился. Это в основном для статистики позже. Вот. То есть он как бы менеджит все бои. Также атака калькулятор. Ну, здесь сейчас, естественно, такая заглушка стоит. Но суть в том, что мы делаем каждую фазу атаки. То есть первоатакующий и тот, кто ему отвечает. В зависимости от того, что они выбирали в игре, рассчитывается тип, там, демэджа нанесенного, урона. Как каким. Допустим, критический удар, там, нормальный удар. Там, ну, зависит от того, что на игроке надето. Сейчас мы это не берем во внимание. У нас как бы кулачные бои. Пока что. То есть мы просто махаем. Если мы делаем атаку, тогда один урон наносим. Если атака и блок, ну, вернее, если атака, то два урона. Если атака и блок, то один. Если блок и блок, то ноль. То есть у нас такие три варианта, которые мы можем сделать в атаке. Вот, то есть три кнопочки будут такие. Ну, и, собственно, оно рассчитывает. То есть сейчас не имеет смысла, как бы, сделать блок, он ни на что не влияет. Потом это будет все автоматически рассчитываться, там, и все такое классное. И самое главное, это, конечно же, файт, ну, сам бой. У нас тут, он, большой, получился такой актор. Ну, вот, у нас тут есть, как бы, команды две. То есть это групповой бой может быть. То есть там может быть много людей на много людей. На данный момент 9 на 9 максимум, но потом можно будет делать такую мясорубку. Много-намного. Что? Ну, то есть, когда мы вытащили player profile, спросили каждого игрока, типа, дай мне свой профайл для боя. Он дает там, типа, все, что на тебе надето на данный момент. Там твой уровень, твой хп, там, ник, айди. То есть это все, что нужно нам для того, чтобы драться. Самая, конечно, интересная часть, это именно атака, когда атакует, да. То есть мы смотрим, если... То есть, ну, естественно, когда может так случиться, что один игрок ударил второго, он умер, и тут же приходит команда, что, типа, ударь меня, или там, или я тебя ударил. Вот если игрок умер, мы просто игнорируем это. То есть, ну, уже все, уже некого бить. Вот если он еще не мертвый, мы тогда его закидываем, проверяем, вот, как сказать, ожидающие атаки. Если атаки как бы не было, мы просто добавляем, что вот такой человек атаковал такого-то, и докидываем эту информацию на клиент. Если, ежели нашли такую атаку, то есть мы это уже отвечаем, тут мы начинаем определять, кто где. Используем наш атак калькулятор, который вычисляет урон, потом мы обновляем в сам бой, то, что вот такой-то размен произошел, и данные сохраняем в базу. Обновляем, типа, жизни, да, так сказать. Результат атаки на клиент закидываем. Мы посмотрим это во время тестирования. Ну, то же самое проверяем, не умер ли, не дай бог, игрок. Если умер, там, делаем определенные действия. А, ну, отправляем, типа, ты умер. Обновляем, опять же, health. Ну, вернее, закидываем информацию, нотификацию делаем, да, и проверяем, не закончился ли бой. Если бой закончился, мы проверяем его результат. Например, если обе команды мертвы, то есть нету живых ни в одной, ни в другой, то это, значит, ничья, dead hit. Вот, и потом, если кто проиграл, кто выиграл, отправляем им нотификацию, если не было ничьи. Останавливаем себя и говорим fight менеджеру, типа, fight is done. Типа, завершили. Ну, и также там, хендлим reconnect, connect, disconnect, все, что угодно. Обновляем клиент. Ну, и ничего больше интересного, а тут нет. Вот. Но вот с тестированием будет, конечно, посложнее. Ну, не то, что посложнее, но там довольно много чего проверять. Даже в такой вот заглушечной игре, скажем так. Ну, там нам нужно для того, чтобы не было каких-то совсем перекосов, которые будут портить нам прототип. Да, то есть, что ж, готовимся к тестированию. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...